я получаю массу писем на тему того а что теперь делать а чё это а как это сегодня утром мы даже с сашей глущенко вы выпустили ролик на тему того что а куда смотрит оппозиция почему оппозиция что-то мямлит и ничего не может сформулировать так вот дорогие друзья я сейчас вам сформулирую эту идею но прежде чем я ее сформулирую я хочу сказать что во первых я не претендую на авторские лавры пожалуйста любой лидер оппозиции приватизируйте эту идею озвучивайте ее но прежде чем мы это с вами озвучить давайте рассмотрим для начала фактуру а фактура весьма и весьма замечательно для начала я друзья хочу обратить ваше внимание на одно на одну новость которая была размещена на сайте и тартас это новость была размещена вчера и по какой-то малопонятной для меня причине никто на нее не обратил внимание дело в том что как сообщил неназванный источник издания в советы федерации всероссийское голосование по поправкам в конституцию россии предложенную путиным она пройдет до 1 мая двадцатого года в ближайший выходной ну или как тут если быть точным как сказано в один из выходных дней дорогие друзья это крайне важная информация и мы с вами обязаны принять этого внимание я хочу подчеркнуть дорогие друзья что на самом деле вот это информация несмотря на то что она размещена на и тартас она заслуживает особого внимания по той простой причине что такие новости со ссылкой на источники фейки такие издания как тасс риа новости интерфакс не размещает они могут разместить фейки в отношении высказываний западных лидеров в отношении происходящего на западе но в отношении подобной темы фейки никогда не эта новость уверяю вас дорогие друзья была согласована а вот теперь внимание давайте смотреть для того чтобы мы выяснили с вами фактуру нам понадобится текст конституции российской федерации для начала статья 134 цитирую предложение о поправках и пересмотре положений конституции российской федерации могут вносить президент российской федерации далее бла-бла-бла-бла-бла но самое главное президент российской федерации то есть иными словами владимир владимирович путин полностью соблю или это какое-то неправильное слово блин вану не тоже нехорошо сбледанул нашу конституцию ой оспать не полностью действовал в соответствии с нашей конституции о вот давайте так слово какое-то нефонично он действовал полностью в соответствии с нашей конституцией и согласно статьи 134 он предложил поправки окей теперь небольшое напоминание а вы помните что предлагал владимир путин в числе всего прочего владимир путин он предлагал такую вещь как отменить примат международного права а также как заявила сопредседатель рабочей комиссии госпожа хабриева это мировоззренческий вопросы окей дорогие друзья давайте мы с вами посмотрим что гласит наша конституция и так статья 13 в российской федерации признается идеологическое многообразие пункт 1 пункт 2 никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной и запрещь пункт 5 запрещает создание деятельности объединений цели которых направлен на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение территориальной целостности и так далее и бла-бла-бла далее статья 15 нас будет интересовать в этой статье пункт 4 общепринятые принципы и нормы международного права и международные договора российской федерации является составной частью и международной правовой системы если международным договором российской федерации установлены иные правила чем предусмотренные законом имеется ввиду законом российской федерации то применяются нормы международного договора окей а теперь дорогие друзья давайте мы опять вернемся в главу девятую конституции российской федерации смотрим нас интересует статья 135 вот это очень важная статья о которой мы сейчас поговорим положение глав 1 2 и 9 конституции не могут быть пересмотрены федеральным собранием если предложение о пересмотре положений глав 1 2 и 9 конституции будет поддержана тремя пятыми голосов от общего числа членов свои совета федерации и депутатов госдумы то в соответствии с федеральным конституционным законом созывается конституционное собрание ой то есть получается что для реализации вот этих вот положений вот этих вот идей владимира путина а идеологии о отмене примата международного права надо российскими так называемыми законами надо это тоже отменить для этого оказывается безусловно согласно статье 135 еще раз напоминаю пункт 2 для этого безусловно созывается конституционное собрание но нас интересует пункт 3 а вот тут интересно конституционное собрание либо подтверждает неизменность конституции либо разрабатывает проект новой конституции россии которая принимается конституционным собранием двумя третями голосов от общего числа его членов а вот дальше песня господа я прошу вас вашего максимального внимания или выносится на всенародное голосование то есть или 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 мы созываем конституционное собрание или выдвигаю на всенародное голосование а теперь вишенка на торте читаю при проведении всенародного голосования конституция считается принятой если за нее проголосовала еще раз выделяю прямо более половины избирателей принявших участие в голосовании при условии что в нем приняло участие больше половины избирателей дорогие друзья вы поняли что вы сейчас слышали окей давайте очень внимательно мы посмотрим на то что мы сейчас лицезрели дело в том что изменять положение глав 1 2 и 9 может только конституционное собрание мне вот тот пользователь мужская академия до начала стрима написал блестящий вопрос который я не могу не зачитать цитирую внимательно посмотрел видео рабочей группы по конституции там путин заявил что главы 1 2 изменять не буду а просто добавит новые пункты похоже администрация будет жонглировать но это просто песня конечно это приблизительно то же самое что мадам мы вас насиловать не будем мы просто займемся с вами сексом а ваше согласие нас не интересует но разве же это изнасилование но это приблизительно из той же оперы разумеется внесение дополнений в головой 1 и 2 это точно такое же изменение таким образом здесь еще раз мы получаем что нам необходимо для изменения глав 1 2 и 9 совзвать конституционное собрание таким образом мы имеем на лицо откровенный неприкрытый анти конституционный переворот то есть несмотря на то что в статье 134 наш генеральный президент он попытался соблюдать нашу конституцию у него это не получилось и в результате он очень крепко подставился и мне странно что наша наши уважаемые лидеры оппозиции до сих пор это не поняли так вот рассказываю открытым текстом дело в том что все положения конституции о федеративном устройстве о федеральном собрании но вот дорогие друзья вот я просто вам это сейчас показываю вот президент российской федерации федеральное собрание правительство судебная власть местное самоуправление да 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 они вправе это все менять кулуарно и пример вам в помощь точно также поступил медвединка когда тихой сапой для своего начальника увеличил президент срок президентских полномочий с четырех лет до шести это было сделано кулуарно но они же хотят соблюсти как говорится все все приличия не получится так вот дело то все в том что убрать восемьдесят первую статью конституции они в состоянии они могут это сделать и дорогие друзья я просто вам опять же сейчас это показываю вот ради бога вот восемьдесят первая статья одно и то же лицо не может занимать должность президента российской федерации более двух сроков подряд вот пожалуйста любуйтесь и ешьте его с кашей они могут изменить это положение кулуарно но они же хотят приличие соблюсти так вот дело все в том вот теперь излагаю что необходимо делать а делать необходимо следующее что а поздня позиция а граждане должны выдвинуть очень простое требование или 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 ребятки созывайте конституционное собрание или мы проголосуем ногами еще раз показываю еще раз демонстрирую статью 135 при проведении всенародного голосования конституция считается принято если за нее проголосовала более половины избирателей при условии принявших участие в голосовании при условии что в нем то есть в голосовании принял участие более половины избирателей то есть иными словами дорогие друзья если вы проголосуете ногами точнее миль пардон своей задницей не поднимая ее со своего дивана то в этой ситуации любые подобные изменения будут считаться анти конституционные не примут они это не смогут я вам сейчас это показал до почему я говорю о том что или 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 давайте созывать конституционное собрание или давайте голосовать ногами сейчас объяснить для того чтобы нам это понятие давайте ответим на элементарный вопрос а нужны ли вообще вот сейчас изменения в конституции российской федерации в основном законе страны я считаю безусловно конечно же ну во первых безусловно необходимо независимая судебная система то есть судьи должны избираться они назначаться и избираться на открытом тайном на тайном голосовании по одномандатным округам это безусловно это однозначно с моей точки зрения то же самое необходимо избирать главу конституционного суда которого нельзя будет уволить невозможно далее я считаю необходимо убрать из конституции россии положение согласно которому президент может распускать государственную думу вспомните дорогие друзья пример киндер сюрприза сергея владелиновича кириенко именно на основании вот этой дыры в конституции и ельцину удалось подмять под себя государственную думу то есть это тоже необходимо менять далее в конституции необходимо вообще запретить любые изменения иначе чем через конституционное собрание которое должно созываться путем голосования по одномандатным округам что никакие партии хартии шмартии там не должны присутствовать только одномандатные округа выборы в государственную думу я считаю это тоже необходимо записать конституцию необходимо производить не по партийным спискам а строжайшим образом по одномандатным округам причем я подчеркиваю избираться может только тот человек который прописан и работает в той местности где он выдвигает свою кандидатуру невозможно что ты работаешь депутатом живешь в москве а едешь избираться там в какой-нибудь алтайский край это нонсенс это глупость и то же самое касается совета федерации вот только так по-другому дорогие мои друзья не получится поэтому в этом отношении я считаю что изменения в конституцию необходимы и до финал как говорится вишенка на торте главное положение конституции должно быть таким что любые законы которые приняты не или указы или распри ведомственные распоряжения которые противоречат хотя бы какому-то положению конституции они должны быть юридически ничтожны только так можно защититься от законов яровой от законов об охране и обороне чуйств верующих от законов о митингах только так это можно защитить иначе дорогие мои друзья не получится вы же посмотрите вот за последние восемь лет какое ну просто вот назовите какое положение из первых двух глав конституций не было нарушено закончиками которые принимались вот этой ручной гос дурочкой какие положения не были нарушены пальцем не ткните или пришлите доказательства что это сделано не было не пришлете нет такого вот почему я считаю что конституционное собрание необходимо она просто жизненно необходимо для того чтобы да действительно принять те изменения в основной закон страны которые я только что озвучил это безусловно это не вызывает сомнений ни у одного нормального человека и вот подводя итог я хочу подчеркнуть что мы сейчас должны ставить вопрос так или 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 созывайте конституционное собрание или на эти выборы на это голосование так называемое мы просто не пойдем я редко когда кого-то призываю но в дан и в данном случае я тоже ну если угодно не имею морального права призывать я просто призываю вас к одному извините за тавтологию логику включите я в описании предупреждал что речь пойдет о предложении на основании логических выводов опровергните мою логику скажите юра вот здесь твоя логика хромает вот здесь ты не прав вот тут ошибся пальцем покажите не надо мне писать что ты продажная газдеповская сволочь скажите в чем я не прав сейчас вот конкретно и закончить вот мое предложение если угодно я хочу вопросом который прислал в чате пользователь алендалон юра здрасте а не кажется ли вам что тьма которая должна была бы смениться расцветом оказалась полярной ну что ж образное сравнение да мы прекрасно понимаем что сейчас в стране происходит гибридный переворот что сейчас оккупционный режим он уже потерял берега и окончательно хочет оформить свое пожизненное правление я прекрасно это понимаю но уж коль скоро вы уважаемый алендалон предложили такой образ полярная ночь то я вам тоже отвечу образом это не я сказал это полвека назад сформулировал владимир высоцкий все годы и века и эпохи подряд все стремится к теплу от морозов и в юг почему же эти птицы на север летят если птицам положено только на юг слава им не нужна и величие вот под крыльями кончился лед и найдут они счастье птичье как награду за дерзкий полет что же нам не жилось что же нам не спалось что нас выгнуло в путь по высокой волне нам сияние пока наблюдать не пришлось это редко бывает сияние в цене тишина только чайки как молнии пустотой мы их кормим из рук но награду и нам за безмолвие обязательно будет звук как давно снятся нам только белые сны все другие оттенки снега замели мы ослепли давно от такой белизны но прозреем от темной полоски земли наше горло отпустят молчание наша слабость растает как тень и наградой за ночь отчаяния будет вечный полярный день север воля надежда страна без границ снег без грязи как долгая жизнь без вранья вранье нам не выклюет глаз из глазниц потому как не будет здесь вранья кто не верил в дурные пророчества снег не лег не на миг отдохнуть тем награды за одиночество должен встретиться кто-нибудь не сдавайтесь ребята никогда не сдавайтесь тем более я еще раз напоминаю наш генеральный а это ла очень крепко подставился с формулировкой этой идеи